Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский биолог, кандидат биологических наук, член комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Александр Панчин, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если вы звоните из-за рубежа код плюс 371, напишите в WhatsApp 230-6191. В одной из своих лекций вы говорили о необходимости, важности критического мышления в обществе. Сегодня, на ваш взгляд, насколько отсутствие критических мыслей является проблемой человека? Ну, есть огромное количество всяких организаций, компаний, которые пользуются тем, что люди некритично относятся к их заявлениям, покупают их продукцию. Ну, например, в России есть такая, например, услуга в интернете, называется «Дизайн человека». Вы заходите на сайт, вводите дату рождения, платите несколько тысяч рублей, и вам выдают описание вашей личности. Которая базируется не на чем, на самом деле, но по факту используется такая, как бы, критивная ошибка. Ее открыл ученый по имени Бердрам Фарер. Он брал у студентов, дал им психологический тест, они его проходили, потом оценивали результат этого теста, описание личности, насколько хорошо ему подходит. Там, ставили хорошие оценки, потом выяснялось, что всем дали одно и то же описание из газетного гороскопа. И вот ровно на вот этих психологических эффектах, ну, выдают какое-то достаточно общее описание, которое подходит более-менее любому человеку. Но человек по нему его читает, такой, о, да, это про меня, идет делиться с друзьями, смотрите, заплатите пару тысяч рублей, и все про себе узнаете, потому что, оказывается, нейтрино проходит через наше тело, активирует кодолы ДНК, и вот это определяет ваше свойство личности, а вот как нейтрино будет проходить, зависит от положения планет. В общем, такая смесь астрологии, еще хоть чего. Ну, вот люди дают на это деньги. Или, например, в России активно рекламируют всякую волшебную воду. Там, это может быть черная вода, это может быть водородная вода, это может быть гидроплазма для лечения всех болезней. По телевизору рекламируют АУМАК, это магнитотерапевтический прибор, который тоже кучу денег стоит, можно все что угодно вылечить, ну, или почти все что угодно. То есть, вот есть куча людей, которые предлагают какие-то услуги, продукты, лечение, и, к сожалению, очень многие люди на это ведутся, особенно пожилые люди, и как бы хотелось бы людей от этого защитить. То есть, отсутствие критического мышления – это возможность манипуляций? Ну, да, это одна из сторон. Есть другая сторона, когда люди, например, неправильно интерпретируют какой-то свой опыт, допустим, как мистический, когда у них, на самом деле, есть какая-то болезнь или какая-то реальная проблема, и нужен врач, и они вместо врача обращаются, условно, к священнику или к шаману. Есть примеры, когда люди думали, что если человек страдает лунатизмом, то это потому, что в него бес вселился. Был случай девочки, ее звали Эвелин Васкес, мама решила, что раз девочка лунатик, то в нее бес вселился и зарезал свою дочь. То есть, предрассудки, суеверия могут быть очень опасны как для тех людей, кто является их носителями, так и для тех, кто окружает таких людей. Почему, на Ваш взгляд, людям свойственно верить в мистику, верить в знаки свыше, из космоса, скажем? Даже порой очень рациональным людям. Сторонник идеи, что большинство таких вот путей вхождения неправильных идей в человеческие мозги – это следствие неправильного использования в целом правильных принципов мышления. Например, люди умеют строить причинно-следственные связи. То есть, мы можем реально находить какие-то действующие лекарства, мы можем заниматься наукой, мы можем делать кучу разных открытий о том, что если мы сделаем одно, то получится другое. Это здорово. И понятно, почему эволюционная способность находить закономерности, она добиралась в наших предках. А сейчас, из-за этой способности, мы также можем находить причинно-следственные связи там, где их нет. Человек потанцевал, пошел дождь, и он говорит, опа, я открыл танец дождя. То есть, это ложная причинно-следственная связь, но она интуитивно легко формируется, закрепляется. Человеку было плохо, он сходил к целителю или к гомеопату, после этого ему стало лучше, он уверенно доказывает, что это ему помогло, хотя на самом деле причинное улучшение могло быть что-то совершенно несвязанное. Потому что у него нет нормального эксперимента в данном случае. Есть только какой-то субъективный, одноразовый опыт. И люди делают очень много таких ложных выводов, к сожалению. И это является одним из путей поникновения всяких нехороших, вредных, опасных псевдомедицинских идей. Но вторая сторона этого вопроса заключается в том, что сами идеи в некотором смысле эволюционируют. То есть те люди, которые придумали более удачные способы обмана, более правдоподобные, на которые большее количество людей купятся, вот они в итоге доминируют в пространстве. То есть если какой-то маленький локальный мошенник придумал что-то такое совсем несуразное, в мошенник никто не поверит. То, что он вызывает розовый единорог, и розовый единорог, он там дует на водичку, водичка заряжается. Вот такой способ зарядки воды менее правдоподобный, чем то, что чумак по телевизору заряжают с помощью каких-то магических заклинаний. И в итоге такая есть борьба за существование между самими вот этими сторонниками разных альтернативно-медицинских концепций, побеждают наиболее приспособленные, ну а нам потом приходится с этими наиболее приспособленными иметь дело. То есть масштаб имеет значение, если, допустим, в какую-то теорию заговора вовлечена серьезная сила, ну скажем, телевидение, радио, средства массовой информации, какие-то корпорации, то в это легче поверить? Ну это тоже один из способов. По крайней мере, чем больше у вас потенциальной аудитории, тем больше вряд ли, что хоть кто-то купится на вашу методику. Есть такой очень замечательный пример. Может быть, кто-то получал письма на почту совершенно абсурдного характера, типа того, что вам пишет там какой-нибудь саудовский принц, вот я хочу передать вам 5 миллионов долларов просто так, но для того, что я вам передал, вы должны мне 100 долларов на пошлину заплатить. То есть такой вот чистый воды развод на 100 долларов, возникает вопрос, а кто вообще такое рассылает, на что они рассчитывают? А расчет как раз ровно на это, что нужно написать как можно большему количеству людей максимально тупое письмо, и все более-менее критически мыслящие люди, они отсеются, осталось только наиболее, скажем так, подверженные каким-то, наиболее доверчивые люди на самом деле, наиболее доверчивые, внушаемые люди. И поскольку рассылать письмо большому количеству людей легко, а потом с каждым договориться, проговорить все пункты, чтобы они в итоге заплатили эти 100 долларов уже сложнее, то отсеивается, как бы, идет 9% людей, остается 1% наиболее внушаемых, и дальше с ними уже тратится больше времени на такой разговор уже, ну не массовый, да, а один на один. Что вот, смотрите, как мы с вами договоримся, давайте вот вы поете на почту, вот так-то оплатите эти самые 100 долларов. Вот, то есть они отбирают специально людей, которые дойдут до конца. Поэтому, да, массовое тиражирование каких-то заблуждений очень эффективно для того, чтобы в итоге заработать. Что касается астрологии, потому что очень часто можно услышать, в том числе от рациональной мыслищих людей о том, что звезды не врут, и если астрологи предсказывают, то это обязательно сбудется. Но, как мы знаем, астрология – это такая псевдосестра астрономии, но, тем не менее, на ваш взгляд, в чем феномен этого восприятия? Ну, опять же, я считаю, что в основе астрологии лежит все та же склонность людей всюду видеть закономерности, даже там, где их нет. У этого даже есть научный термин – апофения, его вел немецкий нарыв психолог Клаус Конрад. Немотивированное видение структуры взаимосвязи случайных данных. Астрологи действительно очень легко находят закономерности, даже в чисто случайном генерированном шуме. То есть я когда общался с астрологом, который находил закономерность, что вот если посмотрим на даты рождения выдающихся теннисистов, то мы увидим, что там условно Дьефа, Водолеев больше, а кого-то там меньше. Я дал ему данные с генерированным генератором случайных чисел даты рождения и сказал, что это даты рождения выдающихся биологов, и он там тоже нашел свои астрологические закономерности. То есть это повсеместно случается. Любые нормальные научные проверки астрологии стабильно заканчиваются отрицательным результатом. То есть берем самых уверенных в себе астрологов, которые авторы книжек, авторы собственных методик, и говорим, хорошо, вот вам дата рождения, часть из этих людей, с указанием точного времени рождения, место рождения, и часть из этих людей, допустим, это дети, которые учатся на отлично школе, одаренные дети, а часть это дети, у которых рожденные проблемы с собственным развитием. Можете ли вы одних от других отличить по их натальной карте, по гороскопу? И дальше смотрим количество правильных ответов, выясняется, что не отличается случайного угадывания. Вот такого рода эксперименты, по такому дизайну, похожие эксперименты проводились, многократно, каждый раз с отрицательным результатом, поэтому до сих пор астрология, собственно, наукой не признается, и вряд ли когда-нибудь будет признана. У нас звонок есть, сейчас радиослушатель на линии, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот мне 75 лет, я помню, в годы моей молодости, у нас были письма счастья, которые кидали просто в почтовые ящики, надо было переписать там 5-6 штук, послать другим людям, иногда послать рубль 5. Сейчас это все идет через электронную систему. Так что ж получается, что ни с уровнем жизни, ни с уровнем образования людские мозги лучше не ставят, что ли? Вот как этот феномен объяснить? Спасибо. Да, спасибо. Я, кстати, помню тоже, когда нужно было переписывать вручную письма счастья, так называемые, иначе проблема была. Очень хороший вопрос, очень хороший пример, потому что письма счастья – это как раз вот такая демонстрация вирусных таких идей, которые могут еще и сами эволюционировать, потому что если кто-то перепишет письмо так, что оно будет казаться более убедительным, более правдоподобным, то именно такое письмо счастья в итоге будет дальше распространяться. Как вот вирусы, вирусы тоже эволюционируют, то есть более успешные штаммы вируса гриппа лучше передаются человеку к человеку, чем менее успешные. Действительно, если мы говорим про людей, про человеческие мозги, то биологически мы не изменились никак вообще за последние несколько тысяч лет, к большому счету, потому что эволюция – это очень медленный процесс, эволюция работает в масштабах большого количества поколений, поэтому то изменение, которое мы видим, в нашей жизни сейчас, оно больше обусловлено культурными изменениями, культурной эволюцией. И хотя наука далеко шагнула вперед за последние 50 лет, но также далеко шагнула вперед и вся эта псевдомедицина, письма счастья, шарватанство, вот те же письма счастья научились передаваться через интернет. Ну, что неудивительно, конечно. Понятно, что интернет – это более, в каком смысле, эффективный способ передачи, чем обычная почта. Поэтому мозги человеческие не изменились, а вирусные идеи адаптировались еще лучше, поэтому мы наблюдаем, что это по-прежнему большая проблема. Напомню, что российский биолог Александр Панчин с нами на прямой связи. Звоните также к нам в эфир 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Со стороны ученого, насколько возможно лояльное отношение к мистике? Потому что мы можем вспомнить крупного исследователя мозга Наталью Бехтереву, которую как раз критиковали за это, за это лояльное отношение. Ну, тут такой сложный вопрос, потому что вообще по-хорошему, конечно, критиковать нужно не людей, а идеи конкретные, и критиковать нужно не Бехтереву, а ее ложные выводы о мистике. Но так получилось, что ученые в какой-то момент становятся авторитетами, и когда мифы распространяются учеными, то это часто намного опаснее, чем когда мифы распространяются обывателями. То есть, если просто какой-то человек говорит, что вещь не существует, то, ну, мало доверия к его заявлению. Но если приходит Нобелевский уряд и говорит, что вещь не существует, а такой пример есть, есть один Нобелевский уряд, который считает, что вещь не существует, то к его словам гораздо большее количество людей прислушивается, несмотря на то, что это полностью противоречит всем научным исследованиям. Но в научных исследованиях нужно разбираться, нужно смотреть, какие проводились эксперименты, а вот аргумент, что «ага», выдающийся ученый из кучи регалий что-то сказал, он как бы очень легко воспринимается, он понятен, его дальше будут передавать из уст в уста. Поэтому есть такая ответственность, мне кажется, на ученого, чтобы он аккуратно следил за своими словами, что то, что он говорит, действительно может как-то подтвердить какими-то экспериментами, исследованиями, а не просто какое-то голосованное мнение. Здесь мы как раз подходим к теме веры, потому что многие ученые и многие врачи, в том числе и хирурги, я знаю, кардиохирургов, которые занимаются в том числе и пересадкой сердца, они верят в Бога. И это вещи, которые, казалось бы, несовместимы, потому что с одной стороны наука, с другой стороны вера. Вот как вы это можете прокомментировать? Тут есть две стороны этого вопроса. Это является эмпирическим фактом, то, что есть верующие ученые, врачи, и то, что многие из этих ученых и врачей являются выдающимися учеными и врачами. И им каким-то образом вера в Бога не помешала быть замечательными исследователями. Тот же Ньютон был верующим, не вызывает ни у кого сомнений, сомнений, хотя он был еретиком, и он был арианцем, отрицал некоторые из догматов христианства. И его бы, наверное, сожгли, если бы знали при жизни, что он, как сожгли другого ученого, который открыл один из кругов кровообращения. Но неважно. Но СИД — это факт эмпирический, что люди могут это совмещать. Для меня это всегда было загадкой по той причине, что наука требует того, чтобы мы свои гипотезы основывали на каких-то данных, что мы не можем просто взять и выдумать, допустим, существование какой-нибудь планеты, которая не существует, или расы людей, которые живут под землей, хотя их никто не видел. Мы не можем просто выдумать, существует какой-то чайник, который летает на орбите между Марсом и еще где-нибудь в космосе далеко, на Альфа-Центавре. Или что, допустим, у ручки гелевой есть душа. То есть мы как бы в науке пытаемся все обосновывать. А тут получается, что человек принимает решение, что в одних вопросах он будет апеллировать к науке, а в других вопросах он этого делать не будет. То есть как будто у него такая двойная эпистемология, двойной, в два разных подхода к познанию. Мне это видится немножко нечестно и непоследовательно, поэтому сам я не являюсь верующим, но я не отрицаю факт, что верующие ученые внесли большой вклад в науку, хотя среди ученых доля верующих все же меньше, чем в целом по населению. То есть чем ближе человек к науке, тем менее вероятно, что он будет верующим, но не исключает эту вероятность полностью. Какие вам нужны доказательства для того, чтобы поверить в Бога? Ну, на самом деле, мне кажется, что до появления теории эволюции гипотеза Бога была намного более проводоподобной, чем сейчас. Потому что есть факт, существует куча жизни, она очень разная, она очень приспособлена. И вполне разумным было объяснение, что раз все такое замечательное, приспособлено, наверное, кто-то это создал. И это был очень хорошим аргументом в пользу Бога. Но потом приходит Дарвин и все рушит. Он говорит, смотрите, есть более простое объяснение, что есть изменчивость, организмы из поколения в поколение меняются, изменения эти наследуются, и, соответственно, полезные какие-то адаптации, они будут передаваться следующим поколениям, поэтому организмы будут со временем меняться, будут приспосабливаться к той среде, в которой они живут, и нам не нужно привлекать для этого какую-то гипотезу Бога. И вот мне кажется, что сейчас есть люди, которые называют себя креационистами, и вот они пытаются теорию эволюции разоблачить. Пока что они это делают очень маргинальными образами, то есть они научно-сообщество убедить в несостоянии, они убеждают отдельных своих последователей где-нибудь в интернете. Вот, пишут какие-то свои книжечки. Но теоретически могло бы так получиться, ну, могло бы так оказаться, что на самом деле Бог создал живые организмы, и мы могли найти этому подтверждение в биологии. На практике мы их не находим, на практике мы находим подтверждение в пользу эволюции, но если бы оказалось, что нет, что все-таки вот мы смотрим на геном человека, и видим, что в нем есть совершенно точно признаки вмешательства какого-то генного инженера, что вот есть какие-то последовательности, встроенные из каких-то совершенно других видов млекопитающих, с которыми люди никогда не скрещивались, что вот есть принципиально другой генетический код, который несовместим в эволюционном плане с тем генетическим кодом, который встречается у других организмов. То есть мы должны были бы признать, что был какой-то создатель, и тогда мы могли бы сказать, ну это аргумент в пользу Бога. Раз создатель, то, конечно, могли бы эти на планете они рептилоиды с Нибиру, но их бы тоже не видели, почему бы не Бог? Для меня это было бы аргументом, но пока что вся наука сводится к тому, что эволюция — это факт, и никаких признаков решательства божественного в эволюции не было. Вот один из примеров того, что могло бы меня, например, переубить, если бы как-то креационисты правы. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Российский биолог Александр Панчин с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Александр Панчин, российский биолог и также член комиссии Российской Академии НУК по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы также входите в экспертный совет премии Гарри Гудини. Премия, я так поясню, для наших радиослушателей, в том числе в 1 миллион рублей она выдается за реальную демонстрацию паранормальных способностей. И вот, насколько известно, желающих получить эту премию много, а пока получить не могут. И по вашим словам, в одном из интервью вы говорили, что все те люди, которые принимают участие в этих испытаниях, не проходят их, они искренне расстраиваются. Они не могут поверить, почему так происходит и начинают искать этому какое-то объяснение опять же свыше и так далее. Вот почему, получается, нельзя назвать этих людей умышленными шарлатанами в таком случае? Ну, я не думаю, что этих людей умышленными шарлатанами, потому что, допустим, в наших проверках мы заранее согласовываем весь протокол эксперимента, то есть все, что будет проходить во время проверки. И будь они шарлатанами, они бы заранее понимали, какой будет исход этой проверки, потому что они бы понимали, что им не удастся применить какие-то фокусы, трюки, которые они привыкли использовать, допустим, в повседневной жизни. Поэтому им нет никакого смысла в этом эксперименте участвовать, если они шарлатаны. Поэтому я думаю, что это люди, которые действительно верят, как и очень многие люди, которые верят в мистику, они верят в нее искренне, не потому что они хотят кого-то обмануть. И я считаю, на самом деле, эта мысль очень важная, потому что очень часто в конфликтах и спорах между людьми, которые верят в мистику и скептиками, последние могут первых обвинять в том, что вы просто врете, вы жулики. Это далеко не всегда так. Но, конечно, жулики тоже бывают. Вот в России показывали трюсерийный фильм Бориса Соболева, «Идущий к черту». И вот там показано, как раз, очень много примеров откровенных шарлатанов, которые там участвовали в битве экстрасенсов, которые хотят, чтобы им подыгрывали, хотят, чтобы за деньги те или иные средства массовой информации их припиарили и показали, что у них есть способности, которых на самом деле у них нет. То есть, есть огромная такая мошенническая индустрия вокруг экстрасенсорных способностей. Но в конечном итоге для потребителя этих услуг, в общем-то, не особо важно, мошенник это или не мошенник. Правда, что мошенник может на квартиру развести, а, наверное, искренне верующий в себя актероцент такого делать не будет. Но в конечном итоге человек все равно оказывается, что он получает что-то неработающее за свои деньги или бесплатно, но неработающее. Поэтому проще, то есть рекомендация, ну, не надо вообще к экстрасенсу обращаться. Есть у нас звонок сейчас, радиослушатель на линии, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Я начну с... Георгий. Я начну с шутки, которую услышал буквально из первых рук от человека, который занимался вопросами физики высоких энергий, там, частицы всякие и так далее. Так вот, шутка была такая, когда на вершину знания поднимутся физики, они обнаружат, что там давно сидят мистики. Это первое. Второе. Была такая очень странная организация, АННРБ. Они занимались огромным количеством разных проблем, включая проблемы креационизма, эволюции, генетики, ну, там у них Евгеника была, техники и так далее, и так далее. Да, задавайте вопрос, чтобы господь мог ответить. Вопрос. Знакомый ли он с таким опытом синтеза мистики и физики, поскольку в биологии тоже физику никто не отменил? Да, спасибо вам. Ну, тут алхимики вспоминаются. Очень, да, я шутку, если честно, не понял, но, значит, по поводу АННРБ, ну, действительно, речь идет про фашистскую Германию, у них там были очень разные мистические верования, у них была куча псевдонавучных теорий, теория высшей расы, вот, про господство арийской расы, которые не имеют в себе никаких оснований, и, собственно, я предполагаю, что и в остальных вопросах они такой же ерундой занимались, и в этом нет ничего удивительного, потому что, когда, ну, наука, это вообще штука достаточно такая либеральная, свободолюбивая и требующая международного сотрудничества между учеными, потому что у всех у нас одна наука на весь мир, на самом деле. Один мир изучаем похожими методами, ну, такая локальная местная наука в фашистской Германии, в ее качестве, скажем так, можно легко усомниться. Что касается предположения, что когда-нибудь оказывается, что мистики были правы, это противоречит всей истории современной науки, до сих пор, наоборот, чем дальше наука развивается, тем дальше мы уходим от этой самой мистики. То, что раньше ученые всерьез рассматривали, теперь больше всерьез не рассматривают. Когда-то рассуждали про вечные двигатели, теперь понимаешь, что нет, вечных двигателей не бывает, и патент на них перестали принимать. Когда-то вполне серьезные ученые рассматривали вопросы о том, что, может быть, люди могут предвидеть будущее. Сейчас это предвидеть в будущем в мистическом смысле, а не то, что мы построим какую-то теорию, поискажем, что завтра произойдет в плане погоды или падения метеорита. И тоже это все не подтверждалось из раза в раз. Когда-то тот же креационизм, как я уже приводил пример, был обоснован, потому что у нас не было эволюционной биологии. Теперь нет никаких сомнений, по большому счету, в научном сообществе, что мы произошли в результате эволюции, что здесь нет никакой мистики. Поэтому наука мистику убеждала на протяжении последних нескольких тысяч лет. Потихонечку. И сейчас мы наблюдаем наименьшее количество мистики внутри науки за всю историю науки. У нас звонок еще, так только что сорвался, 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Звоните, также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот, кстати, если говорить о псевдонауке, она может, как бы это может, парадоксально не звучало, оказать позитивную роль в развитии науки, потому что, вспоминая алхимиков и алхимию, поиск философского камня, можно вспомнить, что много всего другого они открыли в ходе поиска вот этого мистического субъекта и объекта. Вот как вы считаете? Ну, на самом деле, да, в каком-то смысле, тут, правда, надо разделить немножко понятия, есть протонауки, которые не совсем псевдонауки, то есть даже алхимия, как бы у нее не было нормальной химии, чтобы с ней конкурировать, она не существовала параллельно, и поэтому то, что делали алхимики, там была у них как бы часть нормальной химии. Или, например, есть другой тип пользы, когда некоторые астрономы занимались астрологией, не веря в нее, потому что это позволяло им заработать на то, чтобы заниматься астрономией, потому что людям продать астрономию было невозможно, а астрологию продать было легко, и поэтому шли на такие ухищрения, потому что кушать хочется, и наукой хочется заниматься, а где взять деньги непонятно. Сейчас есть научные гранты, которые дает государство за фундаментальные научные исследования, а когда-то с этим было все очень плохо. Вот, такой вклад мог быть. Ну, и, наверное, третья вещь, это на самом деле, что глядя на некто откровенно ошибочные идеи и почему люди в них верят, какие бывают ошибки у людей, которые отстаивают те или иные ошибочные идеи, мы на самом деле можем выявлять ошибки в том, что является мейстримной наукой, потому что в науке тоже находятся регулярно те или иные заблуждения. Мой любимый пример это про гомеопатию история, когда в свое время, когда возникла гомеопатия, появились и критики гомеопатии, которые говорят, смотрите, у вас там ничего нет, нет действующего вещества, это просто вода, она работать не может. Но люди говорили, а мне помогло. Ну, я пробовал, мне помогло, значит, работает. Окей, ну, можно просто болезнь сама прошла, давайте мы проведем эксперимент. И в 1835 году провели такой эксперимент, когда взяли людей, случайно образом их распределили на две группы, одна получила гомеопатию, другая получила пустышку, и они записывали изменения своего самочувствия, потом сравнили, оказалось, что разницы нет. И вот это вот событие, это 1835 год, это было первое, по сути, такое рандомизированное клиническое исследование. Когда его провели на гомеопатии, то возник вопрос, а что если другие вещи, которые мы в медицине используем, это такая же гомеопатия, просто никому в голову не приходило, что это не работает, а давайте мы так же проверим, то есть половина людей получит лекарства или вмешательства, которые являются общепринятым, половина получит пустышку, и мы сравним. И на протяжении всей истории медицины такие вот методики, проверки, они закреплялись, все чаще проводились, проверялось все больше и больше разных вещей, и оказалось, что есть сотни методик, которые в свое время были в медицине, приняты, которые в итоге оказываются ерундой при нормальной проверке. И это имело огромный вклад в развитие медицины. То есть что-то придумали для критики гомеопатии, а потом оказалось, что этим можно раскритиковать кучу всего другого, в том числе что-то, во что как бы верили врачи, которые к мистике никакого отношения не имели, просто потому, что у них не было более хорошего инструмента для познания. Сейчас этот инструмент появился, и он по-прежнему в ассамблее развивается, в том числе за счет критики уже новых каких-то всех научных направлений. Есть, например, такая штука, многие люди не критично относятся к научным статьям. Но если в научных статьях, в научном журнале что-то вышло, то наверняка это правда. Действительно, в научных статьях уровень как бы сильно выше, чем в «Желтой прессе», допустим, меньше ложных сенсаций. Но там тоже рассказывают всякие ошибочные штуки. И таким маркером, что, например, есть такие научные журналы, которые публиковали статьи по той же гомеопатии. Есть примеры, когда журналы, потом узнав о том, что это была гомеопатия, изначально не было заявлено, что это такое, эти статьи отзывали, признавая их ошибочными, потому что не заметили большое количество ошибок в эксперименте. И это означает, что научные журналы иногда просачиваются из-за того, что рецензенты досматривают какие-то ошибочные работы. Вот это полезный урок для научного сообщества, что да, вот бывает такая проблема. А способность сомневаться человеку можно приобрести вообще? Что? Можно ли приобрести человеку способность сомневаться? Ну, мне кажется, что чем больше человек ставит примеров того, как кто-то ошибался, тем легче ему предположить, что и в очередной раз кто-то ошибается. Есть у нас еще звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Скажите, Ольга, скажите, пожалуйста, как ваш абонент относится к антропному космологическому принципу? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Это хороший вопрос, хотя выпадающий за мою сферу компетенции, поэтому я могу только как обыватель ответить. То есть я про это знаю. Еще такой антропный принцип, что условия жизни на Земле очень хорошие, очень благоприятны для того, чтобы появилась жизнь, возникает вопрос, а как так получилось, что эти условия очень благоприятны, что вот на планете существует разумная жизнь, которая задается вопросом, откуда я взялась. Ну и один из ответов, что поскольку планет очень много, поскольку очень много солнечных систем, очень много звезд, вокруг которых вращаются планеты, то даже если вероятность такого благоприятного стечения обстоятельств на какой-то отдельной планете, типа Земля, очень маленькая, то вероятность того, что хотя бы на одной планете будут такие обстоятельства очень высока, потому что хоть так много этих самых планет. И, собственно, ровно на этой планете, где все так совпадет, и появится та самая жизнь, которая задастся этим вопросом, откуда я такая взялась, и почему такие условия жизни вокруг меня замечательные, способствующие появлению разумной жизни. И это такой очередной, на самом деле, антимистический принцип. Это, смотрите, вроде как столько всего должно было сложиться случайно, чтобы всё так получилось, что мы будем разумными на планете. Но, с другой стороны, у этого есть объяснение. Просто планет очень много, неизбежно где-то бы жизнь появилась, именно нам бы и задавалась этим вопросом. То есть теория вероятности в данном случае, с помощью теории вероятности, можно предположить, что мы не одиноки во Вселенной, продолжая эту мысль, кстати. Можно ли это предположить? Это тоже немножко другой вопрос, но вытекающий в некоторой степени из этого, что действительно из-за того, что планет очень много, и, по крайней мере, на одной мы знаем, что существует, наверное, где-то может быть ещё и жизнь. Но пока что никаких следов для планетной жизни мы не обнаружили, и поэтому мы можем только предполагать, что на где-то там может быть. У нас много звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, давайте вопрос. Скажите, пожалуйста, как решается вопрос финансирования со стороны государства? Ну, если люди хотят, например, заниматься поиском неземных цивилизаций, ну, ради бога, пусть они занимаются за свой счёт, но не за государственные. Но есть же институты, которые государство финансирует, и как это всё решается? Спасибо. Спасибо. Не знаю насчёт. Из институтов, которые занимались поиском неземной жизни, мне вот известен зарубежный партсетий знаменитый, который, как мне кажется, он не был бессмысленным. То есть идея была в том, чтобы посылать сигналы в космос, искать сигналы из космоса. По-моему, это вполне научная работа. Это отличается, вот я бы провёл здесь разделение между вот этим, да, и тем, что вот люди там фотографируют какие-нибудь тучки и говорят, что вот это вот летающая тарелка, то есть что к науке отношения не имеет. А такой честный поиск, где если оно есть, то мы попробуем найти, если его нет, то мы признаем, что мы ничего не нашли, по-моему, это как бы нормально. Но я бы сказал, что на этом не так, ну, было знаменито этот проект Цетия. В России я про какие-то проекты поиска внеземной жизни, именно научные, я сейчас не могу припомнить. В науке вопросы финансирования решаются тем, что учёные, они пишут научные статьи, которыми они отчитываются за финансирование. Статьи эти должны быть в ринцезированных международных научных журналах, желательно, хотя иногда делают исключение для неких отечественных журналов. Вот. И учёные должны делать такие работы, которые их коллегами признаются как бы за научные. К сожалению, иногда тут проскаживает какая-то ерунда, но именно переследить российскую, я не знаю, как вот в Латвии, вот в России есть фонд РФФИ и РНФ, я не слышал каких-то скандалов, связанных с тем, что они поддерживали бы прям откровенную уже науку, хотя вот недавно один пример всё-таки нашёл, РФФИ поддержала проект, где была просто какая-то наукообразная филиберда, то есть там квантовая насфера с двутурсионными полями, вот очень непонятно, как это получило финансирование, но высокое количество таких примеров очень небольшое, на огромное количество грантов, которые выдаются, я думаю, что это просто, ну, одиночный такой казус. Да, у нас ещё есть звонок, здравствуйте. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Юрий. У меня такой вопрос. Вы сейчас говорили про гомеопатию, и я подумал, что существуют страны, в которых гомеопатия возведена в рамках науки, значит, они находят какие-то подтверждения научные. Существуют страны, где гомеопатия считается шарлатанством, там не находят никакого научного подтверждения. Это что, страны в разных источниках ищут? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть такое понятие, как ум. Знакомо, наверное, да? И на сегодняшний день нет ни одного научного доказательства, которое бы определяло, где он находится и как он вообще возникает. Это шарлатанство. Да, спасибо вам. Спасибо. Хотя... Да, спасибо. Окей. Значит, про гомеопатию разной страны. Надо понимать, что наука, она поделяется не чиновниками, не государственной политикой, а научным сообществом. А в научном сообществе научные аргументы излагаются в виде научных статей, в лицензированных научных журналах. Если мы посмотрим на совокупность научных статей, на обзоры, посвященные гомеопатии, например, обзор был давнее опубликован в журнале The One Set, есть более свежие обзоры, то вывод заключается в том, что гомеопатия не лучше, чем пустышка. Это мнение научного сообщества. Можно посмотреть отдельные решения и обзоры, сделанные отдельными государственными организациями. Ну, например, Минздрав Австралии опубликовал большой обзор клинических исследований гомеопатии с тем же выводом, что ни для одного из заболеваний, которые были рассмотрены, более 60 заболеваний, нет ни одного подтверждения, нет подтверждения, что гомеопатические препараты эффективнее, чем пустышки. Но в некоторых странах действительно гомеопатия, первых, разрешена, в некоторых случаях человек может ее получать по страховке. Это просто политика той или иной конкретной страны. То есть, в истории для Швейцарии, когда просто был учительный референдум, люди хотели, чтобы им дали гомеопатию, и государство, выполняя волю народа, дало им гомеопатию. Вот, пожалуйста. Но это не имеет никакого отношения к науке. Вот в России есть очень много препаратов, которые официально являются лекарствами, продаются в аптеке, при этом совершенно точно не имеют доказанной клинической эффективности. Вот. Как так получилось? Ну, вот такие законы. Если мы смотрим на научные источники, то мы видим, что это не работает. Правда. И по поводу ума, ну, мы мыслим своими мозгами, существование мозгов – это факт, что повреждение мозга уменьшает наш ум, тоже является эмпирическим фактом. Ну, вот когда, кстати, говорят, что мозг человека работает только на 5%, и на самом деле его возможности безграничны, и мы можем использовать его на все 100%, насколько это соответствует действительности? Что вы по этому поводу думаете? Ну, если бы мы внезапно активировали все нервные клетки нашего мозга, то у нас случился бы эпилетический припадок, поэтому я никому не рекомендую на 100% свой мозг активировать, если так это понимать. На самом деле разные области мозга, они отвечают за разные задачи. То есть, например, есть моторная кора, которая посылает сигналы к конечностям и позволяет мне управлять руками и ногами. Соответственно, если я хочу решить уравнение, я задействую моторную кору, то от этого я уравнения решать лучше не буду, я просто начну еще махать руками и ногами. Плюс к тому, что я буду решать уравнение. Поэтому, собственно, эти мифы, они обычно просто берутся из непонимания того, как мозг работает. Есть зрительная кора, которая обрабатывает зрительное изображение. Есть слуховая, которая обрабатывает слуховое изображение. Есть область мозга, которая связана с приятием эмоций. Есть область мозга, которая нужна для того, чтобы переводить краткосрочную память в долгосрочную память. В зависимости от того, какую задачу интеллектуальный человек в тот или иной момент времени решает, активируется ровно та область мозга, которая под это предназначена. Ну и это немножко тоже упрощенное, конечно, видение, потому что для многих задач активируется сразу много разных областей мозга. Но если бы я активировал дополнительно внезапно, моторную кору решая уравнение, от этого бы я лучше уравнение решать не стал бы. У нас сейчас звонок только что был, сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Давайте вопрос, пожалуйста, коротко. Здравствуйте. Я вам второй раз звоню, Юрий. Потому что я сейчас сказал сейчас ваш собеседник, он вообще-то на Нобелевскую премию наговорил. Я еще раз говорю, что нет ни одного научного исследования, действительно научного, которое бы объяснять, как функционирует наш ум. Я не спрашивал, как это будет. Ну, подождите, вы имеете в виду, что именно? Это разные вещи. Ум – это что? Поясните просто. Что вы подразумеваете? Ум – это что? В том-то и дело. Вот у всех великих ученых, кто занимается умом, и возникает вопрос, ум – это что? А тут уж очень как-то интересно все быстро разложили по полочкам, но пора в Швецию ехать за Нобелевскую. Спасибо. Ну вот что ли? Ну вот что ли? Ну вот что ли? Есть, например, Нобелевский вариант Эрик Кенделл, который получил Нобелевскую премию за изучение, в частности, памяти. Это одна из сторон нашего ума. В аннере физиологии есть куча Нобелевских премий. Все, что я сказал, является общеизвестными вещами. Я не знаю, о каком еще уме может идти речь. Можно прочитать Грибоедово, в конце концов. Да, горе от ума. И найти ответы в искусстве и литературе. Спасибо вам, Александр Панчин, был гостью программы «Абонент доступен». Спасибо, всего доброго и до свидания.